Всем привет! Поздравляю всех с пятницы, у кого рабочая неделя пятидневная. И сегодня я планирую очень длинное видео. Я покажу почти все, чем я занимаюсь. Так что вам будет под что повышевать или заниматься какими-то своими делами. Я уже почти проснулась, выпила кофе, вымола посуду, кровать заправила, так что почти взбодрилась. Кстати, уборка вполне пробуждает, потому что сначала тебе лень, ничего не хочется, потом ты полил цветочек, потом второй, третий, пятый. Также помыл одну тарелку, потом в итоге всю посуду в доме перемыл, заправила кровать, побесилась с котом и в принципе я уже готова к работе. Сейчас мы пойдем готовить пирог тыквенный. Я надеюсь, конечно, что он у меня получится, потому что да. Для пирога нам потребуется 3 стакана муки, 200 грамм сливочного масла или маргарина, 3 яйца, щепотку соли, тыкву 1 килограмм, придется, видимо, взвешивать. Полтора стакана сахара, прям целая сахарная бомба или кома. Так что можно с несладким чаем пить. 200 миллилитров сливок самых жирных, но у меня нет сливок и у меня есть жирное молоко, 3,5%, я надеюсь, что-то из этого получится. И корица, это по желанию, если вы не любите корицу, то можно не добавлять. Выпечка, сейчас такое время, осень, пасмурно, депрессия, апатия и прочее, а выпечка всегда поднимает мне настроение, сам вот этот процесс, запах выпечки, это наполняет дом теплом, уютом и каким-то таким настроением приятным. Не вот это пасмурно-осенняя серость, тепло, уют, все, что нужно в такую погоду. Ну что ж, пойдемте, приступим. Ах да, еще в конце видео покажу про своих улиток, меня попросили. Вот она, наша красавица. В рецепте написано, что сначала нужно делать тесто, потом его на 1 час убирать в холодильник. И нужно потушить тыкву. Но так как у меня в мультиварке стоит тушение на полтора часа, поэтому я сначала начну с тыквы. Для этого нужно очистить тыкву, нарезать ее кубиками и потушить до готовности, залив водичкой, чем мы сейчас и займемся. Надеюсь, я не отрежу себе палец. Семечки, кстати, довольно пухленькие. Можно их либо пожарить, либо попробовать в следующем году вырастить на балконе. На лайк, если хотите, чтобы я выращивала тыкву на балконе. А теперь мне интересно, как ее чистить, потому что кожура-то. Ну, я себе так или вены вскрою, или пальцы отрежу. Это гениально. Овощечистка. У меня почти вся тыква ушла. Здесь чуть больше килограмма, но думаю, не страшно. И вот такой кусочек остался мне на тыквенную рисовую кашу молочную. Вкусняшечка. Сейчас я порублю на маленькие квадратики и буду тушить. Теперь приступим к тесту. Возьмем глубокую емкость. Просеять нужно в нее 3 стакана муки. Я не могу найти свой стакан для просеивания. И ситечка у меня дома нет. Так что я надеюсь, не особо сильно. Это ухудшит консистенцию теста. Вот так делать не надо. В просеянную муку добавляем щепотку соли. Желательно снять все свои украшения, потому что сейчас будет магия. Добавляем растопленное масло. И в рецепте написано, что надо ладонями перетереть муку и масло до состояния мелкой крошки. Я так понимаю, это как песочное тесто должно получиться. В общем, вот что-то такое у нас получается. Далее нужно добавить одно яйцо и замесить тесто. Я тут засомневалась, правильно ли я делаю тесто, потому что сахар-то у нас нет в тесте. То есть, получается, тесто у нас будет такое почти безвкусное. Но вся начинка будет, весь сахар будет в начинке. Так что должно быть достаточно вкусно, потому что я такой яблочный пирог делала. И это очень вкусненько. Вымешиваем тесто, уберем его под пищевую пленку или в пакетик и уберем на целый час в холодильник. Магия монтажа. И вот у нас уже прошло полтора часа. Нужно раскатать тесто под нашу форму. Ну что ж, вот такой коржик у нас получился. У меня уже разогрета духовка до 190 градусов. Берем вилку. И тыкаем в наше тесто. Давим тесто в духовку. И пока оно будет выпекаться 15 минут, мы займемся начинкой. Мат обалденный. Теперь мы в это пюре добавляем 2 яйца. 200 мл сливок. И я решила не добавлять полтора стакана сахара. Добавлю всего один, но полный. И ванильную эссенцию. Она продается в гипермаркетах, таких как Карусель. Началась карта памяти, пришлось почистить. И как раз наш коржик выпекся. Теперь нужно нашу начинку влить в форму. Вот кажется, что начинка слишком жидкая. Но там яйцо, так что возможно яйцо, сахар и это все как-то расплавится. Еще мне кажется, начинки слишком много вышло на мою форму. Потому что вот еще сколько. А пирог уже заполненный. Опять в духовку. И написано, что нужно выпекать еще 50 минут. Но я буду на глаз смотреть по готовности. Потому что вдруг через 50 минут оно все сгорит вообще. Прошло еще 50 минут. А на самом деле весь день. И вот такой замечательный пирог готов. Начинка запеклась. Она имеет такую немного мусоподобную консистенцию. Аромат просто потрясающий. Пока у нас готовится пирог, можно отдохнуть и повышевать. Сейчас я вышиваю зеленую деревеннику. Я думаю, вы видели обзорный набор с Китая. С этим сюжетом я участвую в СП «Городские истории». И на этой неделе я планировала вот этот кусочек вышить. Но не знаю, как ему пойдет. Потому что на прошлой неделе я рисовала и не вышивала совсем. У меня есть коробочка. И пока что ножнички. И сюда я собираю ниточки, чтобы не мусорить. Вот что у меня уже есть. В принципе, осталось-то немного. Ну, надеюсь, за выходные, до понедельника отчетного я вышью этот кусочек. Сейчас я покажу. В 3 месяца СП я хочу вышить вот этот домик. Это первый дом. Ревьюшка у меня не знаю где. В принципе, вот. Здесь хорошо будет показано. Вот он. Вот этот домик. Так, бликую. Вот этот домик. То есть мне надо примерно 2,5 листа вышить за 3 месяца. Посмотрим, насколько мне хватит. Ну, а пока вышиваю первый кусочек. Просто рулонище. Очень неудобно сшить на таком. Если честно. Процесс у меня находится в сумке. В сумке находится коробочка. Я еще планирую угольницу сшить. Нитки в отдельной папочке. И схема тоже в отдельной папочке. Нитки, кстати, очень мягкие. Я не помню, у какого продавца мы заказывали. Но там хорошие отзывы были. И стоило он недорого. Нитки мягкие. Цвета хорошие. Не знаю, полиняют или нет. В итоге, но... Работать пока мне приятно. Там был у меня 18-й, если я не ошибаюсь. Крестики очень аккуратно смотрятся. Не просвечивают. Мне нравится. В таком большом сюжете всегда очень сложно, потому что теряешься, где ты вообще остановился. Я вышиваю то снизу, то сверху, потому что путаюсь. Ну, где-то вот здесь, наверное, мы остановились. Отлично, маленький кусочек нашла. То, что мне и нужно. Сегодня я планировала еще порисовать. Постремить. Но это уже как получится. Если силы и желания останется. Ну, а сегодня листала Инстаграм. Там как раз была новость. Очередной челлендж запускается. Поучаствую. Правда, участвует в двух конкурсах одновременно. И это то еще. Удовольствие. Так, я опять запуталась. Где я? Я успела немного повышевать. На самом деле, прошло уже очень много времени. Если бы я все не документировала, то я бы вышила, конечно, побольше. Пирог, который готовится достаточно быстро, у меня занял часов пять, наверное. Все отснято. Пирог готов. И я приступаю к монтажу. И у меня садится камера. Все вовремя. Всем приятного просмотра. И хороших вам выходных. Спасибо за просмотр. Поддержите меня лайками и комментариями. Пока. На самом деле, я попутно монтирую видео, чтобы меньше времени занимало. А пока пирог печется, видео монтируется, я снимаю для вас улиточек. Они уже едят тыкву. услышите этот звук. Так просыпается улитка. Чувствуют влажность и просыпаются. Это специально у них слизистая такая крышечка, в которой они запаковываются. Раньше у меня было десять улиток, теперь осталось восемь. Но я подозреваю, что вон тот мелкий тоже, наверное, высох совсем. До этого у меня и сочи улитки были, но это уже местные. Другие товарищи уже едят тыкву. Не знаю, понравится она им или нет. В основном они едят огурцы у меня. Чем старше, тем предпочтением в еде у них меняются. Они были совсем маленькие, когда я их взяла, размером примерно два, наверное, или пять миллиметров. Сейчас они вот такие по сравнению с рукой. Ахатины очень умные, они голоса своих хозяев распознают, также на вкус узнают, кто их хозяева. Слизь этих улиток ценится. По-моему, 2000 рублей стоит маленький флакончик их слизи, но добывают эту слизь очень жестоким способом. просто тыкают в улитку, чтобы она выделяла эту слизь, но это как-то жестоко. И маски, которые делают в салоне, это тоже такое себе, потому что смазывают лицо молоком, а молоко этим улиткам категорически нельзя, потому что от этого они умрут. Они едят гомарус, это белок для них. Обязательно нужно покупать панцирь-каракатицы, это кальций, иначе они будут друг друга жрать в поисках этого кальция. Также они едят всякие овощи, фрукты, но им нельзя ничего кислого и сладкого. Мои кушают огурцы, морковку тертую, то есть если я варю какой-нибудь суп, остается морковка, я им отдаю. То есть это как бы сладкое, но им морковку можно. чем старше, тем у них предпочтения меняются, то есть если они сначала любят свежий салатик, то ближе к старости они могут есть какой-нибудь тухлый салатик или протухшие огурцы. Кстати, они очень любят когда их гладят, но это надо делать влажными руками. Они любят купаться, но главное им дыхательное отверстие не затапливать, иначе они утонут. общаются они посредством таких так скажем пукающих звуков. Так они общаются. Вот эти свои пленочки они потом съедают, это тоже для них питательно. В уходе они совсем неприхотливые, главное их не забывать сбрызгивать, иначе они помрут. Не давать им кислого, сладкого, соленого. и в принципе субстрат, в котором они живут, это кокосовый субстрат, он должен быть без всяких удобрений, и тогда ваши улиточки будут жить долго, вырастут огромными гигантами. Вот такие красотули у меня.